Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я с вами хочу поделиться своим видением Светлогорска, города, который находится в Калининградской области. Начнем этот вид с окна, где я проживал в номере на 4 этаже, корпуса номер 2, санатория Светлогорск, военного санатория. Это уже я вам показывал, можете посмотреть, как добраться до санатория, поэтому я просто повторяюсь, это вот сам корпус санатория, здесь же приемное отделение, поэтому кто не смотрел, первую часть можете посмотреть здесь. Это улица центральная, можно сказать, и всякие магазинчики, ларечки и прочее. С левой стороны там есть место, где фитнес, чаем поют жители санатория. Это уже по дороге мы спускаемся к морю. Это я проснулся, чуть свет на заря, потому что разница 4 часа, поэтому и проснулся в 6 часов, в соседней там бухтели, что я там не даю им поспать. Поэтому я вышел, людей практически нету, и потихонечку поплелся к морю. Достопримечательность Светлогорска, коты. Их очень-очень много, везде коты и котята. Вот они такие. Ну, здесь вокруг, по берегу моря, различные гостиницы, кафешки и так далее. Как обычно, как везде. Спуск очень такой затяжной. Это уже мы спустились, посмотрели спасательный пост. Если присмотреться, это 16 число. Температура воды минус 19 градусов, воздуха 20 градусов. Вот я стою, опа, называется, наконец-то я помочил ноги в Балтийском море. А то я все бываю в заливе финском, а это уже конкретно же Балтийское море. Красотища. То есть, как говорится, отметился. Уже не напрасно приехал на Балтику. Ну, пойдем дальше по набережной. Фотографии ясно, что голубь, без голубей нигде. Это тоже все набережная. Волнорезы когда-то были, но перестали быть. Поэтому денег пока, наверное, не существует. Но планируется, как говорят, что в перспективе сделают волнорезы. Вот такая набережная. Поэтому раннее утро, поэтому здесь пока что никого нету, кроме голубей. Пляж узкий, как видите, не широкий. Но народ купается. Это скульптура Ун-Дины. Ну вот, продолжаем наблюдать. Это вот пляж. Как видите, море его поглощает немножко. Но народ все равно купается. Даже при такой температуре, где-то 19 градусов, ну, холодно. Но по утрам люди, некоторые, купаются. И днем купаются. Но здесь как-то интересно. Один день холодная вода, другой день более-менее нормальная. Но все равно, по сравнению с Черным морем, конечно, нельзя сравнить. Море холодное. Ну, это остовы волнорезов, которые планируют восстановить, как я уже говорил. Ну, все. Теперь пойдем мы дальше. Продолжаем и доходим, как и в Потемкинская лестница, где показано, вон, сколько килокалорий потратите, если подниметесь по этой лестнице. Сколько ступеней, не могу сказать. Честно говоря, не считал. Здесь вот лежит такой шар, на котором... Ну, это, во-первых, написано план реконструкции набережной, которая дальше будет продолжаться еще. Чуть ли не до Пионерского. А вот здесь расписано, что здесь есть солнечные часы Зодиак. Здесь все расписано, сказано, что не буду я тут перечитывать. Ну, как интересно, я сверил часы, которые, да, как говорится, на руке, и сверил солнечные часы. Ну, естественно, не до секунды, не до минуты, но примерно все-таки показывает точное время. Так что вот, ну, здесь еще погрешность показывается. Видите, часы исполнены. Т-т-т, что-то в 1974 году, что ли. Вот они сами часы. Зодиак. Зодиак, потому что, вот видите, время полдевятого, и примерно так же и показывает стрелка. Ну, это я уже поднимаюсь по лестнице. Ну, да, действительно, если подняться по лестнице, килокалории потеряете. Ну, я не один, но несколько раз и поднимался по этой лестнице. Раз, наверное, десять. Все, поднялся я на самый верх. Вот такая здесь площадка наблюдательная. А внизу вот эта лестница, которая спускается до самого моря. Ну, это, правда, я уже снимал не... А, ну, почему, да. Утром, утром, утром снимал. Как раз солнце, видите, заходит солнце там, как раз со спины солнца. Это пока я блудил там, и солнце уже вышло. Ну, это, кажется, уже в другой раз я когда-то снимал. Или, ну, неважно. Не берите в голову. Есть солнце, нет солнца. Значит, что-то я уже перепутал. Потому что надо снимать, и если хочешь выложить в интернет, чтобы было более, как бы, достоверно, имеется в виду, привязка ко времени, то надо сразу рассказывать, а не через полгода, когда уже забывается все. Хорошо, что я сейчас вот еще больше вспомнил бы. Ну, вот сам городок Светлогорский. Весь в зелени. Очень красивые дома стоят. Среди деревьев вот такие коттеджи. Вообще, Светлогорск это поселок коттеджей, грубо говоря, вот так, мягко выражаясь. Здесь в основном были построены коттеджи, отдыхали, ну, какие-то обеспеченные люди. Ну, еще когда была Пруссия. И даже во время войны он практически не пострадал. Ну, не то, что практически, вообще не пострадал. Потому что здесь боевые действия, говорят, на территории этого, можно сказать, исторического места. Потому что очень древний городок. И не было. Ну, уже, естественно, построены новые дома, которые, ну, не знаю, там, испортили вид города. Не испортили, я не знаю. И вообще, сам Светлогорск, градообразующим предприятием, это был все-таки военный санаторий Светлогорский. И здесь по территории очень много были разбросаны коттеджей. Не было такого основного большого корпуса раньше, где бы отдыхали. Ну, еще во время Пруссии немецкие военнослужащие или там еще кто. Ну, военные, во всяком случае, отдыхали. И лечились, поправляли свое здоровье. Это управление санатория основное. Ну, здесь делать нечего, если приезжаете, то еще приемное отделение. Сюда нечего. Я пришел, что-то сюда зашел, они говорят, ну, и здрасте, что приперся, иди обратно в приемное отделение. Это башня Раушен. И рядом здание водогрязная лечебница. Башня водонапорная, она была предназначена в свое время чисто для обеспечения водогрязной лечебницей. Дальше это столовая военного санатория. Это, ну, заходите вон там с той стороны. Сейчас туда подойдем, покажу. А с левой стороны это дом культуры, тоже военного санатория. В свое время здесь проводились огромные мероприятия. Конкурсы, фильмы проводились. Сюда приезжали наши все знаменитые артисты. Прокладывалась красная дорожка туда, аж до самой улицы. И по ней шествовали артисты и проводились, ну, как, смотр-конкурс. Я в этом году просто приехал, он как раз закончился. Но в этом году производился в Янтарь-холле. Здесь уже нет. Вот она столовка военного санатория. Здесь входить, открывают по времени. График там нарисован. Это холл. Это вот и график. Вот вход на второй этаж. Это первый, кажется, зал. Это здесь такое, какая-то такая. Натюрморт, грубо говоря. Так, вот это вход во второй зал. Наверх. Ну, это уже как бы то же самое, как говорится. Какой-то фонтанчик или, ну, что-то такое изображено было. Ну, после столовой, как выходите, переходите через дорогу. Ну, здесь, конечно, нельзя переходить. Надо идти-то выше, там пешеходный переход. Вот, ну, обычно фрутся все через дорогу, хотя и здесь нету пешеходного перехода. Переходите через дорогу туда и прям подаете прямо в приемное отделение. А что дальше, там будет, вот оно, вот, приемное отделение. А что дальше, этот корпус. Это с дороги, как заходить. Здесь, на этом месте, тут различные проходят вечером мероприятия, культурно-массовые какие-то танцы, песни и все, что душе угодно. Так, это уже видели, я показывал в том, как можно добраться до санатория. Можете посмотреть ролик. Так, а это уже территория, там, где находится органный зал. Поэтому, кто ему интересно, может прийти и посмотреть. Вот органный зал. Здесь расписано конкретно, какая будет играть музыку, кто и что. Я чуть дальше покажу вам. Вот он сам. Была когда-то кирха, с кирхи. Какой-то меценат богатый закупил, выкупил все это, реставрировал. Закупил орган, поставил орган. Специально приезжали из Германии, устанавливали орган. И сейчас там проводится каждый день концерт органной музыки. Я тоже один раз ходил, посмотрел. Но, кстати, понравилось. Там, кажется, что-то два часа как-то пролетели очень быстро. Интересно, во всяком случае. Территория очень ухоженная, чистенькая. По газонам ходить нельзя, потому что, ну, нехорошо. Некрасиво, во всяком случае. Там сразу как-то один тут, девушка наступила, хотела близко цветок с атрофера. Сказали, нельзя, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь беседки. Здесь, кстати, очень хорошо. Можно прийти, сесть, отдохнуть. Ну, вот как-то так, спокойно, на душе. Успокаивающе действует это все. Прохладненько-то, хотя я был как раз там, было очень-очень жарко. Ну, это все, как бы, улочки Светлогорска. Старые дома, некоторые дома уже реставрированы, а некоторые дома еще остались. Реставрация домов происходит по-разному. Некоторые, у кого есть много денег, те реставрируют. И от старого стиля практически ничего не остается. А многие, да, реставрируют дома. И от старого стиля, то есть, практически все то же самое, просто обновляется. То есть, прусский стиль остается. Есть на что посмотреть. Есть, есть. Но, все равно, это надо долго и нудно ходить, смотреть. Ну, а что, за 21 день, который в санатории, можно пройти все это просмотреть. Это тоже, идем по улицам Светлогорска. Не буду и тут умничать какая-то улица, да и не помню, честно говоря. Ну, машины, это уже атрибут современности. Везде стоят, где можно, где нельзя. Везде все забито. Когда приезжает интерхол, там вообще забито от начала до конца. Это деревянные статуэтки. Скульптуры, можно так сказать. Был конкурс по вырезанию, как сказали, в Светлогорске. И те, кто занимался этим, подарили городу. И вот здесь целая аллея вот этих статуэток, вырезанных с дерева. Дерево, не могу сказать, тоже сосна. Не знаю, реально сосна какая-то. Может, пропитана чем-то. Вот такой солдат. Похож на Николая Второго. Красиво. Различность тут направленности. Тут и есть именно, как сказочные персонажи. Ну, в основном, как сказочные персонажи. Это парк. Вот с левой стороны парк. И там же стоит, ну, тоже как памятник. Ну, копия. Не основная копия памятнику. Там девушка. Там тоже очень интересно. Ну, кому интересно, я думаю, приедет, посмотрит. Если не буду я здесь вот водить в заблуждение. Тоже вот старые здания, которые были построены еще. Ну, возможно, даже в те старые времена. Потому что, как я уже говорил, боевые действия здесь не велось. И поэтому здания не разрушены. Так. Ну, вот. Продолжаем тоже. Рассматривать. Это вообще какая-то абстракция. Непонятная. Какой-то дистрофик стоит. А, ну, это Звездный Хвойн. То есть, всего понемножку. Мы по улице по этой идем. По тропинке туда направо. И направо там можно попадете. Вот там, где мы были. Возле, как он называется, органный зал. Это вот по улице мы идем. Это улица, которая идет. И с правой стороны сейчас вы видите вот эту. Башню Раушен. С водогрязи физиолечебницей. Ну, это самая основная достопримечательность. И на ней вот нанесены солнечные часы. Они были сделаны как-то потом. Изначально их не было. Потом какой-то архитектор сделал. А это вот парк. Вот мы с той стороны парка, мы проходили. Там были вот эти деревянные статуэтки. Вот с левой стороны тоже, как называется, пряничный домик. Вот в этом пряночном домике. Это тоже корпус санатория Светлогорский. Здесь массаж и лечебная физкультура. Ну и снова башня Раушен справа. Это уже мы подошли к Юнтарь-Холлу. Он был построен долго и нудно. Его строили и наконец-то построили. Сейчас там все проводятся мероприятия, концерты. Там же проводится КВН. Кивин приезжал сюда Масляков со своей командой. Билеты очень дорогие. Там что-то самый дешевый билет стоил в пределах 4 или 5 тысяч. Поэтому я, честно говоря, как говорится, жаба задавила. Многие говорят, что не нравится, ерунда, некрасиво, не уписывается. Ну, как говорится, сколько людей, столько мнений. Ну, здание современное, огромное, красивое. Есть на что посмотреть. Мне, во всяком случае, понравилось. Это территория. Здесь по вечерам катаются на различных трициклах велосипедных по кругу. Но это в основном вечерком они стоят. Велосипеды катаются молодежь и не молодежь. Но в основном молодежь, конечно. Вот так. Вот такая территория громадная. Ну, а с правой стороны, как обычно, поесть и закусить. Это вот по лестнице мы поднимаемся наверх. Там можно подняться. Обойти по кругу. Ну, тоже интересно. Интересно. Можно кое-что посмотреть. Ну, вот вид сверху уже. На ту же территорию перед Янтарь-Холлом. Ну, здание из стекла и бетона. Там огромные залы. Ну, в зал мы не зайдем, конечно, сейчас. Здесь, кстати, есть и музей, как называется, Мирового океана. Ну, он здесь так, хиленький. Не стал я там снимать про него ничего. Вот Музей Мирового океана в Калининграде я снял. И в перспективе, чуть попозже, я его слеплю в кучу. И вы его посмотрите. Это вот, видите, такая арочная, как крыша. Это уже вот вид с обратной стороны. Вот такой деревья. А за деревьями обрыв и море Балтика. Вот так как-то. Ну, вот я иду, спустился уже с обратной стороны. С той стороны поднялся, спустился. Вокруг, конечно, ходят отдыхающие. Смотрят. Вот набережная, которая строится. Думаю, что в ближайшее время построится. Там она делается чуть ли не до Пионерского. Там дальше укрепляется набережная. Потому что, ну, море есть море. Природа берет свое. Если не защищаться от волн, то берег рухнет. Море поглотит это все. Поэтому принято решение укрепить берег. Потому что здесь на краю берега, здесь же тоже янтарь-холл стоит. А дальше стоят очень такие комфортабельные дома. Ну, я не интересовался. Но, кажется, там никто не живет. Потому что опасаются, как бы это здание не поглотило море. Но когда укрепят берег, возможно, и цены будут нормальные. Вот, ну, это решая сетка просто, чтобы никто не подходил. Ну, а у нас же русский человек, который сломает все, лишь бы сфотографироваться в самом неподходящем месте. Это вот тропинка, она идет как бы по берегу. По обрыву, по верху обрыва идет. И выходит, сейчас вы видите, на ту же площадку смотровую, где, так называемая, Потемкинская лестница. Интересно, очень интересно. Красивая природа, зелена, дома. Вот, в лесу стоят, говорится, в зелени стоят. Вот мы спускаемся, вот эта смотровая площадка, на которой я уже вам показывал впереди. Что здесь происходит, я тоже, ну, какие-то тоже, может быть, мероприятия происходят. Но когда я был, там ничего уже, как бы не происходило. Здесь какие-то там стояли ограждения, что-то. Ну, наверное, что-то делается. Ну, это уже известно. Люди поднимаются, люди спускаются, люди отдыхают. И радуются жизни. И в этом году погода, кстати, на удивление. Жара стояла несусветная. Это тоже спуск к морю. Он построен еще, этот спуск был еще пристроен, ну, при немцах, можно так сказать. Здесь он такой, как серпантин, небольшой серпантинчик. И он выходит практически посредине набережной. И там есть скульптура. Там была мундина, а здесь в ракушке, как ее там. Нимфа, ага, нимфа точно. Вот видите, он из-за. Люди идут. Вот спускаются вот эту посредину серпантину. Спускаются они. Здесь, кстати, ну, более как-то удобнее спускаться. Не так напряжно, потому что не такой сильный подъем. Здесь рядом в свое время, ну, это, как говорят, я их, естественно, и видел. И костей нету. Ну, имеется в виду железных, островов нету. Вот она, нимфа в ракушке. Здесь был фуникулер. Во. Потом был лифт. А потом уже ничего нету. Вот видите, море. Ну, это не черное море, где лежат все, говорят, как говорится, задница к заднице, кто дальше прыгнет. Здесь, конечно, такого нету, но люди загорают. Все-таки загар здесь более, думаю, устойчивый, чем на Черном море. В Черном море позагорал, через месяц приехал, все смыл. А здесь, ну, нет такого, как на Черном море, что в море там сидит народ, палкой не выгонишь, едет вора. Здесь такого нету. Но все равно, все равно люди купаются. Температура воды, как я вам говорил, ну, максимум 20 градусов. Ну, здесь бывает по-разному, еще раз говорю. День теплая, день прохладная. Бывает на улице жара, а вода холодная. Но купаться очень интересно. Если взять Черное море, то при таких бы волнах, там бы пляж закрыли. А здесь волны, ну, правда, это не волны, а обычно волны очень такие, солидные волны. И на волнах очень интересно купаться. Ну, вот он, пляж. Ну, здесь часть пляжа оборудована хорошо. Это у нас, здесь у них, ну, как, подвесная дорога. Ну, у нас здесь расстояние, ну, максимум метров 50. Ну, это для старичков. Я не ездил на ней, там кабинка на два места. Ну, цена, не знаю, там то ли 50 рублей, то ли 100 рублей, то ли 10 рублей. Ну, не знаю. И вот тоже можно, ну, это уже вверх, подняться. Это я там прошелся, с обратной стороны зашел. Я не поднимался по этой подвесной дороге. Вот она, там касса. Заплатил кассу и вперед. Ну, там очередь. Там, как обычно, народ ленивый. Лень подняться. Ну, и тяжеловато, конечно, подняться. Особенно, если в возрасте, то сложновато подняться. А здесь очередь стоит, там. Не до драки, конечно, но бывает, как мне это рассказывал товарищ, там чуть ли не до драки было. Бабулька там что-то начала бухтеть. Это вокзал, как говорят, с обратной стороны. Вот поезда сюда подходят. Это с тыльной стороны. Это можно дальше пройти. С правой стороны, как бы там тоже. Ну, это было тоже здание санатория. Вот здесь, с правой стороны. Как бы, как коттеджи. Вот, двухэтажные коттеджи были. Это все было санатория. Здесь и было свое столовое. Все было свое. Но, все приходит в упадок. Тем более, построили корпуса. Эти здания, бывшие коттеджи, санатория, закрыли. И в них практически сейчас, кажется, ничего и нет. Во всяком случае, там никто, никаких отдыхающих там не живет. Это я сейчас иду по тропинке, где еще один спуск к морю. Их там только я насчитал. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, не говори, что то ли шесть, то ли семь, то ли восемь. Даже вот так. Ну, это вот, который в центральной части. Это вот мы идем. Ну, здесь тоже дома. Вот, спускаемся по тропинке. Там дальше будет спуск. Ну, вот уже облагороженный такой же. Ну, там просто были тропинка. А здесь уже спуск. Тоже к морю. Ну, пляжи, так как на том же Черном море, здесь не оборудованы. Может быть, связано с тем, что все-таки море очень буйное. И, в конце концов, все это разобьется, все это унесется. И, кажется, костей не соберешь. Поэтому, может быть, не тратится на это. Ну, я не интересовался сильно в этом отношении. Просто песок, просто море. И просто вы пришли, бросили свои кости на песок, погрелись. Ну, сильно тут не нагреешься, конечно. Не, ну, во всяком случае, не. В этом году можно. В смысле, в 18-м году можно было нагреться. Ну, вот все. Наконец-то мы дошли до моря. Спуски, конечно, везде очень затяжные и очень длинные. Ну, как я вам сказал, самый такой оптимальный спуск вот там, где нимфа. Ну, вот я спустился на море. Тут я не купался, а помочил ноги. И, как раз, застал закат солнца. Очень красиво. Как раз солнце, получается, садится в море. И дымка была незначительная. Вот такой закат. Ну, камера, конечно, это все не передает, как оно есть в натуральном виде. Но все равно интересно. Красиво. Ну, и люди, видите, купаются. И, кстати, вечером водичка была уже более-менее такая. Хороший такой-то помост. Когда-то что-то там было. Что было, не знаю. Ну, вот. А это фотографии заката. Ну, не очень, конечно. Но все равно. А это уже я прошел по улице, кажется, Карла Марса, который проходит мимо, вот между столовой и корпусом санатория. И спустился к озеру. Озеро называется Тихое. Тихое и грязное. Потому что, мне кажется, сюда стекает с вокруг холмы. Потому что светохор с левой и с правой стороны как бы на холмах. На холме находится. Не на холме, а дюна. Он, скажем так, песочные и дюны. А вот здесь как бы, ну, как низинка. И в этой низинке находится вот это озеро. Внешне очень красивое. Очень красивое. Но вода очень грязная. Никто там не купается. Это вот лодочная станция. Стоимость проката лодок. Люди, конечно, на лодках плавают. Я не стал. На этом первый час я завершу, чтобы вас не утомлять. Продолжение следует во второй части.